опять кофе кофе ротация что это как-то связано с артом кофе то он вон какой он вон это что-то корейское я все время в маске я добрый клоун но это что-то не ассоциируется наверняка он пьет кофе но если не пьет мы его заставим кажется там есть вот эта вот штука а потом потому что у агусты пестики и уже него и 10 тычинки думаю что песник это не аналог пока ты говоришь не слушал честно скажу вот к тебе вопрос или не в последний месяц я пью почти только кофе из автоматической кофе-машины и ну сейчас никто нигде в мире не жарит хороший кофе прям вообще в угли в угли откуда я хрена узнает откуда воздух через атомы молекулы проникает вот такой стакан я покупаю вот столько там эспрессо 20 остальное что молочная пена это черт бы я побрал а что еще то можно когда экспериментировал я делал кофе по-калмыцки рецепт давай потому что в детстве я жил в деле в индии понимаете родина кофе это россия всем известно всем известно старая темная вонючая тошнотворная мерзость я даже допить не смог всем привет на канале тора факта после непродолжительного перерыва мы вновь в студии с ильей будем сегодня отвечать на ваши вопросы полученные в комментариях большое спасибо всем кто посмотрел предыдущие выпуски оставил комментарий поставил лайк подписался на канал для нас это очень важно это действительно показывает нам что мы не зря встречаемся здесь в студии и что-то записываем пожалуйста пишите нам свои вопросы если они у вас есть идеи любые предложения мы все рассмотрим мы учли ваши пожелания по поводу качества звука сейчас звук должен быть в этой по крайней мере в этом выпуске чуть лучше дальше мы принципе у нас есть кое-какие еще планы по поводу улучшения дальнейшего и качества звука качества изображения ну привет или я вновь да здорово небольшой у нас был перерыв собственно говоря у нас было время немножко отключиться освежиться там куда-то съездить побыть семьей переварить то что прошло за последний месяц ну как ты помнишь мы в прошлом выпуске попросили наших зрителей предложить название для нашего подкаста ну я тебе предлагаю сейчас ты поскольку еще не видел а я уже видел я их выписал и давай по ним пройдемся и в общем ты скажешь что ты думаешь я скажу что я думаю да давай прикольно я их на самом деле читал там недели две-три назад когда смотрел комментарии но я с тех пор уже их забыл я помню там было одно которое мне понравилось так и несколько которые мне не очень понравились ну это нормально да ну варианты такие давай я просто все 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 по одному по одному по одному на за чашкой кофе за чашкой кофе так хороший кофе нет кофе мания нет кофе вдвоем не знаю почему а если у нас третий да у нас появится третий может и четвертый даже гость будет кофейная пауза ну для без вас турни и привкус вкуса привкус вкуса прикус укуса нет тесте каст нет тор и ток вот тор и ток мне показался тогда да 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 ну сейчас пойдем дальше и он звучит так хорошо тор и ток кофе ротация что кофе ротаться кофе ротаться кофе ротаться это как-то связано с артом наверно я не знаю что предполагал а кофе во рту можно назвать кофе в роте понятно про кофе для мухи про кофе для мухи и для тех кто под мухой а кофе в разрезе а кофе в разрезе зерно истины зерно истины расследование убийство зернышки сужать зерно истины ну тор и ток истины в зерне истины в зерне это было да баян кофе с собой тор и факты тор и фак и я бы просто сделал тор и фак до тор и фак до тор и фак с чашкой кофе правильные зерна кофе то он вон какой кофе то он вон какой он вон это что-то корейская южно-корейская люди и кофе кофейный подкаст да вот это да 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 он отражает суть того чего мы делаем да да кофейный подкаст тор и ток кофейный подкаст ваш кофейный подкаст вселенная тор и факту а кофе по факту не понаслышке кофе мой друг а кофе а предпочтение без предвзятости без масок к чему я все время в маске я добрый клоун кофе от профессионалов не мы любители биг тест кофе нет про кофе диалоги в тор и факту на кухне в тор и факту вкусный кофе кофе с душой кофе мания с двумя и можно с двумя им сделать еще как капучино будет в гуще кофейных тор и фактов но это что спасибо да да пожалуйста кофейные алгоритмы и ненуди 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 это я так понимаю было послание такое тонкое послание мне и моим предыдущим этим самым на роликом ну что может быть кофейный подкаст отклик есть душе да есть вот клик в душе и в принципе и тор и ток у меня вот есть вот я пока немножко колеблюсь еще третьего не хватает листа вот тор и ток не запоминать который только небо не завоевать и на подкаст нас как бы сужает в но почему почему мы же кофейные кофейный подкаст ничего кстати говоря да если мы вдруг будем говорить не о кофе мы допишем не и все быть не кофейный для того что я просто я о чем думаю что если даже к нам придет в студию гость какой-нибудь который будет не связан профессионально с кофе наверняка же он пьет кофе на если не пьет мы его заставим кстати говорит интересно можем поговорить с ним и о кофе и не кофе да и заставить его выпить кофе если не будет пить кофе мы его не выпустим правильно да да все готово держу кофейный подкаст а может не кофейный подкаст не кофейный поддаш туприц не давать никому не кофейный по килограмм кофе Ну, в принципе, да, жалко И килограмм можно мне отдать тогда Я как раз в электричке поеду и реализую Тебе как раз, да, без килограмма кофе Тебе тяжело жить, да? Мне тяжело жить Ну что, Сергей Широков, я вас поздравляю Вы победитель нашего конкурса На лучшее название для нашего подкаста Мы с вами обязательно свяжемся И обговорим детали, как вам получить приз Ну, ты подумай, можешь все-таки сделать Не кофейный подкаст, бог с ним, с призом Но все равно Сергей нам подсказал В направлении мысли Поэтому мы им дадим полкилограмма кофе А полкилограмма оставим себе Да Не кофейный подкаст, может быть, неплохо Почему? Не с большой, да, типа Не, в одно слово Или просто в одно слово не кофейный подкаст Ну, подкаст в другое слово Понятный Да, почему не кофейный? Потому что мы родом из кофе Если мы будем говорить не только о кофе А мы, в принципе, говорим не только о кофе достаточно давно Тогда понятно, почему он не кофейный А не там не чайный, не красный, не свинцовый И не там, не знаю Неполитический, ненебесный Нет Потому что мы делаем антоним тому, чему мы занимаемся Мы все-таки кофейные люди Но подкаст у нас не кофейный Хорошо Ну вот как-то так Подумаем, да, в общем Но тем не менее мы будем обсуждать много чего связанного с кофе И сегодня Опять кофе За три предыдущие серии Давай скажем, у нас сейчас был каппинг Который длился около трех часов Да, трех часов У нас было около сорока, наверное, чашек кофе разного Вот, одинакового и разного Ну и, конечно, это дает по шарам и немножко устаешь от этого Да? Да, поэтому моя реакция на этим обусловлена Тем, что я его только что пил, 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 пил Заряжен кофеином А вот мне кажется, там не так это работает Мне кажется, там есть вот эта вот штука Бу-у, а потом бу-у То есть ты доходишь до какого-то пика достаточно быстро Вот, а потом уже начинается подавление этого самого Как от алкоголя, знаешь Подавление бу-у Да, уже знаешь Ну, хочешь выпить чашечку кофе, нет? Но в какой-то момент выпьем Так вот Да Ну, на самом деле, мы получили достаточно много вопросов За предыдущие три серии Это прекрасно, спасибо вам большое На самом деле, мы ответим на все вопросы Или, по крайней мере, я их задам Если на них влияю Ну, давай, я готов Давай, блиц Да, вот Светлана Дзис Так Спрашивает нас Так Хотелось бы еще узнать такую вещь Почему именно Робусто считается папой Арабики А у Женевой Дзис мамой Откуда я знаю? Я хочу сразу сказать, я не настолько плохо А в отношении вот этих самых В отношении животных, которые размножаются половым путем Я себе тоже представляю, кто папа, кто мама Например, баран и овца Чем они отличаются? У барана есть рога А, ну да Ну, первая мысль Застал меня врасплох А вот, например, у растений Кто там папа, кто мама Ну, там какие-то пестики, тычинки Там что-то на этом уровне Я тоже не очень понимаю Ну, что, у Робусто пестики у Женевой Дзис от тычинки? Я не знаю Я думаю, что пестик это не аналог Да, я соглашу, конечно, надо было, наверное, поглубже это изучить, этот вопрос Ну, факт есть факт, тем не менее Да Вот человек с ником Never Yes Который я помню Да, он задает нам несколько вопросов Он спрашивает Как разделяется функционал у отцов-основателей? Что это? Капитан и старпон Или двухглавый змей? Может, какие-нибудь советы о том, как избегать конфликта при управлении? Ну, мне кажется, у нас конфликтов при управлении не бывает Мне кажется, что То, что Торфакто представляет собой сегодня Это такое нагромождение каких-то идей, энергий Трёх отцов-основателей, которые, в общем-то, мы взращиваем И пытаемся Ну, пытаемся придать им некую форму и воплощение в действительности Кто у нас Как у нас разделяется функционал? Ну, Сергей у нас, например, до последнего времени был максимально вовлечён в обжарку Илья у нас большую часть вот этих вот лет Занимался финансами, стратегическими какими-то вопросами Маркетингом вопросами Являлся идейным вдохновителем во многих вещах И для нас тоже, и для коллектива Ты по бумажке, что ли, читаешь? Нет Да-да-да, я прикалывался Что я делал? Я ничего не делал Я всякие, мне кажется, находил больше технологические фишки Которые нам помогали расти Выходить из каких-то там ситуаций Какие-то там Находить новые там Платформы там, да Для того, чтобы мы могли Ну, там про Ютубы всякие Нашу IT-платформу, я так вспоминаю Ну, может, ты скажешь что-нибудь, я не знаю Я про тебя сказал Скажи что-нибудь про меня Не, ну Не, на самом деле Управленческих конфликтов Мы достаточно просто избегали, по-моему Потому что именно управленческие решения В конечном итоге были за мной Вот, то есть мы все советовались Обсуждали и так далее Но все равно там курс я прокладывал И мы как-то не бодались там Этими самыми рогами Не мерялись письками Кто прав, кто не прав Потому что дело все-таки общее Ну, кто-то один должен в конечном итоге Быть ответственным за что-то То есть будь то там, не знаю, собрать коробку Или будь то Куда там двинуться вперед Там есть плюсы, есть и минусы какие-то Определенно в этом всем Ну вот, например, сейчас Когда мы переехали сюда Я взялся за там обжарки наши Достаточно серьезно Сережа там с ним Мы пообщались Он мне часть этого передал Хозяйство И поначалу, особенно на этапе Обкатки нового оборудования Там посыпались Некоторые неприятные вещи Конечно, я очень переживал И там в прошлом ролике Я там на рожу свою кислую Смотрел вообще, конечно Без слез не глянешь Сейчас так чуть-чуть отошел уже Но все равно еще немножко кисловатая, конечно, сахаря Вот Потому что это, ну Мучительные вещи достаточно Даже в таком простом, казалось бы, деле Там понять, стоит ли нам двигаться чуть-чуть вперед Или нам остановиться здесь Я имею в виду по температуре выгрузки По градусам Поэтому Вот Мне кажется, что ты делал В основном находил какие-то действительно новые решения Ну, я откровенно тупой Я это всегда признавал То есть я могу делать то, что я делаю Вот я понимаю там территорию, в которой я делаю И мне ее расширять не всегда хочется То есть мне комфортно Вот Ну, в зоне комфорта В общем-то Как и всем нам, наверное Но мне в особенности Ты там всегда находил какие-то новые там фишки, возможности Будь то там файлмейкер в нашей этой IT-штуке Будь то что-то еще Я уже не помню Достаточно давно все это хозяйство было Вот Плюс мы постоянно Как бы разговариваем на тему того Куда нам двинуться Как нам двинуться И в местах, где мы стыкуемся пониманием Ну, значит, скорее всего туда и надо идти В местах, где у нас понимание расходится Мы ждем, когда они там Синхронизируются Ну да Ну я, честно говоря, не припомню Когда у нас прям так Какие-то были кардинально Там Отличающие Ну, поначалу Да, поначалу я помню Все вопросы дизайна там были на тебе Ну да Как на человеке С более Большим чувством прекрасного Даже можете видеть Вот по тому, как мы выглядим Прекрасного Я всегда там аккуратно причесан Всегда с иголочки выбрит И всегда там в чистой одежде Вот Поэтому мне Я У меня есть чувство прекрасного Но я не готов его вот Как бы каждое мгновение в себе Не знаю Взращивать То есть оно у меня мое прекрасное Оно настолько прекрасное Что оно не существует на этой планете Вот это Может быть что-то Высокое И даже в чем-то Трансцендентное А может быть и монентное Может еще какое-то В общем хрень какая-то Вот поэтому я, например Никогда не лез Ну даже Если мне казалось Что здесь должен быть квадратик А не ромбик Там черный А не зеленый Там или там Не знаю Там Times New Roman А не Arial Условно говоря То я об этом говорил Но если Леша считал, что так Значит так И я не лез туда И у меня та же самая была Всегда было такое же понимание Того Когда ты о чем-то говорил Со страстью Я видел Что по твоим глазам Что ты понимаешь В чем-то лучше, чем я Я никогда Не говорил тебе слово Поперек Потому что смысла В этом никакого нет Мы давали Мне кажется Каждому из нас Реализовать какую-то идею С которой мы приходили Друг к другу До конца То есть Какие-то там Придумываются вещи Мы их обсуждаем Если они не идут В разрез С какой-то общей Такой концепцией Мы позволяем Друг другу Довести до конца Посмотреть Что из этого получится И Всегда это было Мне кажется На пользу Да Потом еще одна вещь Вот я сейчас подумал Пока я говорил Пока ты говорил Да Я не слушал Честно скажу Передыхал Вот Это Ну есть тролли Есть условно Как бы старший В любом процессе Есть там Типа младший Есть там Идеолог Есть исполнитель Есть там Этот Есть этот Например Вот канал мы делаем Вот я здесь На правах актера То есть Вот этот микрофон Тот микрофон Я понятия не имею Ничего не знаю И так далее Просто сижу И бла-бла-бла Делаю Ты скажешь Все Теперь следующая Ролик мы будем снимать На голове Я точно говорю Это очень хорошо Скажу Ну я просто Простаю Там минуту Потом я упаду Но я буду готов Потому что Ну потому что Ты как бы ведешь Этот процесс Если я его веду То то же самое Мне кажется Вот эта вот Стыковка Понимание Кто Как бы Главный Плохое слово Ну кто тащит На себе Я не знаю Там Когда ты маленький Там ребеночек Мне кажется Я имею ввиду Там и в делах И в чем-то Хочется быть главным Везде А я, например Вообще не хочу Нигде быть главным По большому счету Приходится Ну где-то приходится Да Но мне нравится Когда я не должен думать Когда я могу Просто делать Исполнять И говорить Что это был приказ Я тут ни при чем Я получил приказ И это самое Поэтому Расстрелял Тараканчик Я ни при чем Это реально Комфортная позиция Я в принципе Понимаю людей Которые Там всю жизнь Находятся На исполнительной роли И не хотят Никуда с него Уходить Я понимаю Почему люди Не хотят Тех тоже Предпринимательства Потому что Когда все идет Хорошо И тебя прет Это действительно Кайфовое ощущение Но когда Ты вдруг Сталкиваешься С этой стеной Там ледяной Там серой Вонючей Ну вот И она длится Достаточно долго То это конечно Вызывает И депрессию И запой И все что угодно И бухал я тоже Не раз От того Что просто Я уставал От того Что-то не получается И надо реально Как бы Отключить Как бы себя На какое-то Количество дней Вот Поэтому везде Свои плюсы Свои минусы Если ты их понимаешь Ты не пытаешься Там это самое Как ребенок Там я хочу быть первым Я например Не хочу быть первым Ну так получается Что ты у нас По кофе например Ну по кофе В основном Я всю историю двигал Просто потому Что это было Больше моих Там Типа Профессиональных знаний Хотя я честно Говорил всегда Что я в кофе Там особо ничего Не понимаю До сих пор Я там и остался Но сейчас стал понимать Чуть больше Чем там Десять лет назад Но все равно Это огромный Конечно Это огромный массив Огромный массив И там столько Всего происходит Непонятного Что конечно Удивительно Но тем не менее Вот и сорта Я там Какие-то новые водилы Потом у нас Появились другие ребята Потом третьи Которым я все это Старался передавать Потому что Ну заниматься Вот единственное Что я могу сказать Заниматься чем-то Одним и тем же Там несколько лет Кряду Мне тяжело Физически Мне тоже тяжело Я чувствую Я чувствую от этого Какую-то Не знаю Какую-то Не потому что Мне скучно Я чувствую Что нет какого-то Движения вперед Да Я тебя прекрасно понимаю Ты помнишь Наши многочисленные разговоры Про то что руки опускаются Когда что-то Не сдвигается С мертвой точки Так быстро Как ты хотел бы Да То есть Вот этот энтузиазм Очень быстро уходит Ну вот Да Ну ничего Тем не менее Мы в общем-то Мы живем в согласии В мире Да Второфактум Вот И чем дальше Тем больше этого Мира согласия И понимания И взаимопонимания И уже мы как-то На интуитивном уровне Мне кажется Понимаем там Многие наши Внутренние И общие запросы Ну конечно Столько лет уже прошло Так что Наша семья Крепнет Да Вот Следующий Вопрос Про меня Вот Так что Да Очень мало информации О Германе Чем занят Чем живет Опять же На сайте Сменилось его семейное положение Хотелось бы поздравить Да и услышать Пару слов О радости отцовства Ну я Максимально кратко Отвечу Да Я Женился Вот У меня родился сын 24 февраля этого года Вот Чем я счастлив Я давно хотел Семью Давно хотел Чтобы у меня появились дети Вот И это Счастье Наконец В мою жизнь пришло Поэтому Я Действительно Сейчас Как бы Ну можно сказать так Что люди Которые появляются дети Они Ну наверное Они жизнь свою делят На до появления детей И после появления детей Я так думаю Ну потому что В моем случае Это точно так Я получаю огромное удовольствие И от своей семьи И от Общения с ребенком Для меня Для меня доставляет Огромное удовольствие Смотреть Как он растет Как он Обретает Новые навыки Интересно Заглядывать Немножко так Пытаться вперед И смотреть Каким человеком Он станет Вот Хотелось бы верить Что я ему дам Достойное Воспитание И Дам Хорошую платформу Для того Чтобы он Стал В общем Порядочным И хорошим человеком Вот Так что В принципе Все что я хотел сказать На это тело Вот К тебе вопрос Ильин Нет Что было За эти полтора года Отхода от дел Судя по тому Что вернулся к джезве Произошло Некоторое переосмысление Вроде как Путь от простого К сложному И обратно Но уже на ином уровне Или показалось Конечно показалось Конечно показалось Да ничего особо не было Отходил Отходил Наоборот Скорее Выдувал там Какие-то вещи Из головы С туркой Да Так получилось Что Как-то я его Просто так Прошел круг Вернулся назад Но сейчас В последний месяц Я пью почти Только кофе Из автоматической Кофемашины Да Ну объясни Почему Потому что Потому Все кончается На У Ну потому что Вот мы Скаппингов Я себе набираю Там рюкзачок Там по 50 По 100 грамм Там 10-15 сортов И в течение недели Уже более внимательно Их Вот по 3-4 чашки Каждой Завариваю в автомате Для того Чтобы понимать Ну как это реально Доходит к людям Потому что Все-таки Автоматы Это одна из Один из Наиболее Популярных методов Приготовления кофе Автоматы И турка По большому счету Их два И вот через автомат Я гоняю Смотрю Что с ними получается Насколько Те там Небольшие Сейчас уже Там микроизменения В обжарке Такие Фантюнинг Которые сложно Заметить Невооруженным глазом Насколько Они влияют На Результирующий итог Вот Мне нравится Очень итог То есть Сейчас Что мы получаем Будь то Б Или будь то С Кофе мягкий Нету Вот этого угля Мне не нравится Уголь То есть Я не хочу Чтобы мы Вот Делали Хотя Я знаю Что есть люди Которые Хотят Кофе потемнее И так далее И так далее Я честно Не понимаю Зачем Они его хотят Я думаю Из упрямства Из такого Хорошего Качественного Упрямства Которые В чем-то Дают плоды А в чем-то Человека Ограничивают Привычка Ну вот Привычка И упрямство Ну тупость Одним словом Я это называю Этим словом Потому что я сам Очень тупой И упертый И упрямый Чистый овен Я вот знаю Что вот Я например Не хожу к докторам И меня никто Не заставит к ним Ити Я может быть Сдохну От того что Я к ним не хожу То есть Ну я понимаю Механику Но в то же время Надо иногда Ну действительно Услышать Какие-то там Мнения Мысли со стороны Что вот эти Темные-то вещи Ну я не знаю У меня например Всегда там ЖКТ Как-то Скажем так Чувствительно Реагировал На всякие вещи Снаружи Я там в Индии Жил 4 года Малышом И там себе Там хорошо Все подпалил И например Когда пьешь кофе Вот этот угольный Я не говорю Прямо про совсем угольный Ну вот про движение Туда уже В сторону Там Не знаю Еще там добавить Там 5 процентов Например Градусов Вот к тому Что мы делаем В этом 7 процентов От общей массы То есть Коэффициент 1.05 1.07 Не так уж много До второго крека Явно Вот неприятные ощущения То отрыжка То изжога Ну какое-то Дурацкое состояние Внутри становится Я даже думаю Что у тех людей У которых Все там нормально Ничего не происходит У них все равно Организм борется С вот этой фигней Просто я это замечаю Потому что у меня На островы ходят А они может не замечают Но борьба эта все равно Идет Нафига она нужна То есть Что нам нужно от кофе Мне кажется От кофе нам нужен Большинству людей Я имею ввиду Я не говорю про тех людей Которые увлекаются Вкусовым поиском Но те люди Которые увлекаются Вкусовым поиском Они не хотят кофе Потемнее Потому что там искать нечего Потому что он будет горький Он будет угольный Он будет такой Он будет такой И где-то там на задах Там где-то вообще Супер на задах Какое-то различие За счет кислотности Вот То есть кофе Как влияет на это самое На организм наш На мой организм Как он влияет Я скажу Два эффекта Я всегда наблюдаю Первое Это Как это назвать-то Ну типа стимуляция Скажем То есть ты становишься Более активным Тебе как бы Меньше хочется спать Хотя я этого давно Уже не замечаю Я вот здесь насасываюсь Кофе как лоб Потом сажусь в электричку И сплю вообще Прям отлично Наоборот Я говорю С какого-то момента Тебе уже наоборот Как будто вот Хочется полежать Отдохнуть там И так далее И второй момент Это согревание Это безусловно Повышенная подливость Согревания Сто процентов Совершенно Вот И с утра Например Там Особенно в ноябре Вот как сейчас В эту погоду В серую В такую прохладную Когда там Было семь Стало ноль И так далее С утра Очень я ценю Вот этот второй Как раз эффект Согревания внутри Даже больше чем Я не могу сказать Что у меня кофе Сильно бодрит Он мне делает Он делает Как бы Для меня жизнь Более уютным местом Более комфортным местом Вот как-то так Я могу это объяснить У меня там Длинная дорога Долгая дорога Меня ожидает Две чашки кофе С утра пропустил Из машинки И мне вот Легче в нее идти Мне комфортнее Мне приятнее Хотя я не могу сказать Что я там Как-то вот такой становлюсь Не становлюсь совершенно Ну вот И не общительный я с утра Мрачный и злой В общем-то Но тем не менее Вот что нужно Далее Что мы Какую цену мы за это платим Мы платим то Что это жареный продукт Он там может быть горьким Он может быть таким Он может быть с ким Кофеин сам по себе горький Это понятно Что он горький Хотя Чист кофеиновый Такой Она как анальгиновая Горечь Я в кофе Не так часто встречал И так далее По мне Так чем мягче Этот продукт Тем лучше В конечном итоге Но допустим У нас была бы волшебная вода Вот на секундочку Просто вот Всем вот упрямым У нас есть волшебная вода Мы берем эту волшебную воду Выпиваем И получаем полностью Эффект от кофе Согревание Вот это вот Общительность У каждого Свою Дальше вторая Штука И что Мы предпочтем ей Эту горькую Как бы Какую-то штуку Куда надо сахар положить А если без сахара Пьешь его как лекарство Какими-то этими самыми Я вот этого честно Не понимаю Мне кажется Дело в том Что просто Выстраивается В сознании Ассоциативная Вот эта вот связь Типа Вот от этого горького От этого такого Мне вот дает И мне хорошо Ну типа того И кажется Поэтому Поэтому этого хочется А не потому Что я говорю Горькое это яд Я понимаю Что к сладкому У нас есть Там какое-то Пристрастие Действительно А горькое Ну давайте На этих самых На этих эксперименты Поставим Я постоянно ставлю Горькое Они не хотят Сладкое хотят Ну это Ты просто наблюдаешь Ты видишь это Что они действительно Они все время Хотят еще и еще и еще Сладкого А горького Они почему-то не хотят То есть мы в себе Это вырабатываем Вот эту как бы Любовь горькому Хотя я понимаю Там грейпфрут Да может быть Прикольно Поесть эти прожилки А что еще горькое Нам нравится Вот я не знаю Вот хлеб взять Да Ну вот хлеб Давайте возьмем хлеб Вот мы хотим Съесть хлеб Просто чтобы съесть хлеб Корочка бородинского хлеба Да-да-да Мы хотим Съесть хлеб Чтобы просто съесть хлеб Ну вот И вот представим Там бородинский Небородинский Белый Там не важно Какой-нибудь свежий хлеб Вот он всегда сделан Типа медиум Такая обжарка у него Никогда он не бывает Типа в угли Черный он по цвету Ну и неважно Какой он по цвету Мне кажется Бородинский Черный из-за ржи Потому что он внутри Коричневый Нет ну внутри коричневый Он как будто бы Так с корчинг у него Происходит Да-да-да Происходит Но он не Давай сделаем его Еще чернее Еще дальше туда Пойдем Типа он темнее Зажарен И будем говорить Что вот А вот я такой хлеб Люблю Чтобы он был вообще в угли Чего-то никто хлеб в угли Не ест А кофе зачем Я тоже сейчас как раз сижу И думаю про то Что как много общего В общем-то кофе Это пищевой продукт Мы же не едим Например котлету Обжаренную В угли Ну да Это все реакция Мояра И карамелизация сахаров На везде Одна и та же Да котлета Например Отличный пример Мы ее делаем Медиум всегда Мы не делаем ее в угли Чтобы она была Прям вот С такой корочкой И так далее Скажем А типа Не ну в кофе А почему это другое Температура кофе Когда мы его Вот выгружаем У нас там На наших ростерах На наших датчиках Это условные все цифры Там плюс-минус 15 градусов Я думаю допустимо В зависимости Вот просто вот Среды 207 градусов 207 207 То есть мы добавим Еще там 10 Будет 217 Это уже будет Черное зерно Там Мы не дай бог Делаем там 200 Там не знаю Восьмин Это это С Там Б 210 Ну вот Не дай бог Мы сделаем там 212 213 Уже там люди пишут Такой в пережаренном Уже там Причем Ну я понимаю людей Я даже думаю На какой-нибудь выставке Рассказать про эту самую Про работу с негативным Клиентским фидбэком Историю Ну потому что люди пишут Реально там Такие вещи Я читаю Мне прям страшно Становится К счастью Мы забираем кофе К счастью Мы его пробуем Я понимаю Что ну как бы Люди себя загущают Краски Когда пишут Я бы на их месте Делал то же самое Ну представляешь Я получил кофе И мне это Ну вроде как бы Что-то где-то как-то Ну я напишу Такой отзыв А мне вернут Бабки не вернут А это не это И что я дурак что ли Блин Просто написал Ну типа кофе Что-то где-то как-то Тоже Некая цац А я напишу Степень уверенности Да-да-да Я напишу Что это вообще Полная там Как там была Жжёная пробка Я попробовал Я понимаю Да есть как бы Лишняя эта горечь Есть Но это не жжёная пробка В моём понимании Хотя я здесь На одной стороне Человек на другой У него своя правда У меня своя правда Ну вот Ну в общем Это самое Разобрались Вот Традиция Обжаривать кофе До черноты Она вообще Откуда пошла Вообще без понятия Без понятия Не итальянцы Не знаю Нет И не придумали Они для того Чтобы сокрыть Какие-то неприятные Вкусовые вещи В кофе Это всё что угодно Может быть Я не знаю Надо поковыряться Что америкосы делали Когда у них Индустрия обжарки пошла Потому что там Был очень большой бум И ещё Мне кажется Знаешь что Какие ростеры Были конструктивно Я помню эти картинки Из кофейных учебников Там были какие-то Огромные Ну я конечно Скажу что это Там эти печи Знаешь такие Но какие-то Огромные Вообще там Хреновины Я не знаю Как там контролировался Процесс И чем сложнее Контролировать процесс Тем выгоднее Жарить темнее Ну потому что Тёмное будет нормально И плюс вопрос Что за сырьё Поступало Как бы Что было тогда С обработкой Что было с этим С тем Ну конечно Чем больше шляпы Тем выгоднее Жарить темнее Ну сейчас Сейчас никто Нигде в мире Не жарит Хороший кофе Прям вообще В угли В угли Темно-темно Жалко просто Ну вот С другой стороны Там взять Итальяшек Я не знаю Там север Италии Арабику какую-нибудь Не знаю Мне сложно Это комментировать Мне кажется Итальянс Сейчас тоже Не жарят Так Как раньше Ну такого Что прям вот Супер темного Нет Я тебе говорю Надо вот Я там не был Уже не знаю Больше пяти лет Надо посмотреть Сейчас реально Какую-нибудь продукцию Взять Только не то Что у нас тут Продается А что-нибудь там Дернуть Там-там-там-там И просто Посравнивать Слепую Кто темнее Кто светлее Кто насыщеннее Кто менее насыщенный И так далее Интересно Кстати говоря Будет С супермаркета Какого-нибудь Ну и супер От обжарщиков Каких-нибудь Да там От обжарщиков Скорее всего Поэтому вряд ли Будет что-то черное Не ну тоже Люди не идиоты По всему миру Что потихоньку Идет смещение В сторону Более светлой обжарки Я не говорю Про фильтр обжарку То есть не настолько Но именно Вот эта верхняя Планочка Она потихонечку Тоже снижается Чтобы кофе Был более мягким Просто поскольку Он себе Все это содержит А почему Зеленка свежая Там год Это максимум урожая Ну бывает Бывает и два Ну я имею По 90-95% Сортов Это будет год-полтора Максимум Лежит в Грейнпро Все это сохраняется И так далее Эмидуи Кислотный Спектр Мешки Да-да-да-да-да Мешки Как пластиковые В которых лежит Зеленый кофе Чтобы он подольше Сохранял свои Там эти самые Качества Вот Зеленка значит Нормально сохраняется Ростеры Позволяют управлять Процессом Иметь и тело И кислотность Это-это-это-это Зачем как бы делать Грубый продукт Когда ты можешь Сделать уже более Такой утонченный И так далее Почему люди Потом знаешь Это Окей Хорошо Мы не хотим Кофе с кислинкой Хорошо Супер Хотим вообще Без кислинки Супер Возьмите Робусту Нет Робусту Мы не хотим Почему Да Почему я не понимаю Когда Робуста Она заточена Она без кислотности И причем Кофеина там больше Кофеина там больше Пожалуйста Пей радуйся И так далее Нет Робуста Это плохо Ну а когда говорят Что типа Почему ваш кофе кислый Это что Робуста Да И такие вещи Я слышал Это уже Ну то есть Какая-то Имела место Какая-то промывка мозгов Когда-то Видимо Или какой-то Месс-маркет Какая-то Какая-нибудь реклама Была там Не знаю Вот Я понимаю Прекрасно людей Когда кислинка Как бы Дерьмовая Ну например Корка лимон Или там Неспелая Когда Неспелые фрукты Взять Например Незрелый мандарин Дерьмовая Кислотность Я даже скажу У него Блевотная Кислотность Его невозможно Есть И в кофе Такое бывает Когда ты его Не доразвиваешь Не дожариваешь То есть у тебя Он получается Вот такой вот Как бы У него интенсивность Высокая А качество Низкое Этой кислотности И конечно Тебе неприятно Ее принимать Но все давно Уже Не знаю Решено То есть Даже Бразилию Мы куда-то уже Там в лайм Вытаскиваем Там вообще Лимонов нет А в сортах С яркой кислотностью В Эфиопии Например Там вообще Офигенный Цитрусовый букет И цитрус И бергамот И все это есть И как это все Можно задушить Но это как Я не знаю Не знаю Брать Какого-нибудь Красивого журавля Ощипывать его Отрубать ему голову Ну просто Потому что Как бы так Тип принято Вот Ну и потом Я тоже не понимаю Окей Я там не хочу Кислинку А зачем тогда Вообще Заморачивают С кофе Ну то есть Что там Искать Выбирать Бразилия Бразилия Кариба Я имею То есть арабики Все до свидания Все остальное Будет так или иначе Более кислое Либо низкогорная Какая-нибудь Это самая Арабика А чем Она ниже растет Тем она дешевле Продается Тем к ней хуже Отношение Тем больше дефектов Тем больше того Тем больше всего В зеленом Имеют зерни Ну потому что Премия ниже Как бы парится Меньше люди И в чем тогда искать Зачем тогда вообще париться Зачем вообще тогда искать Там Я не знаю Ходить Ну к обжарщикам Что-то выискивать себе Когда У тебя в принципе Вариантов особо нет А все богатство кофе Это вот в этой кислинке Режет И она Ну она дает По сути Это как тропический сок Какой-то Я не могу назвать Из чего Но в основном Конечно цитрусы И ягоды Это два вот Самых таких Больших поля А все эти там Я не буду говорить Гранадия Папайя Ну каждый находит Уже что хочет найти Их там меньше Но там В этом вот Спектре Лежит по большому счету То что ты можешь себе найти Плюс Жареный Вот этот вот Маяровский Как бы привкус Который у тебя есть У мяса жареного Там в отличие от сырого И у хлеба жареного В отличие от сырого Этого Этого Вот он как бы И плюс горячее Это все И вместе получается Такой хороший Мягкий Сочный напиток Кто-то более интенсивный По кислинке Как эфиопия Кто-то менее интенсивный Но все равно Она присутствует Так или иначе Во всем И получается Это Молока Если человек пьет С молоком и сахаром Добавил Ты вообще это пьешь Как чудо-йогурт Грубо говоря Ну я условно говорю Как какой-нибудь Этот Напиток Из этого самого Из бутылочки Такой молочной Проглотил Все Тебя вставил А пошел дальше А что еще нужно Тогда Ну если человек Добавляет молоко И сахар У него есть Какой-то вот прям Вкусовой профиль Который должен быть Или что Ну то есть Тогда что Должна быть задача такая Максимально очистить зерно Убрать из него Черные зерна На этапе сырья Гнилое Убрать из него Квакеры Желтые Мерзость На этапе жареного Почистить его От этого Почистить от этого И обеспечить обжаркой Чтобы не было Вот этого Количества продуктов Которые Неприятный человек Уже горение Вот Я хочу Чтобы мы Поискали Какие-нибудь Материалы Которые уже есть Чтобы это самое Не изобретать Велосипед На предмет Влияния Вот именно Сильно вот этих Жженных Субстанций На организм То что оно негативное Я уверен На сто процентов Ну нету Никакой пищи Которую надо Сжечь до углей Съесть Чтобы тебе стало хорошо Да Даже уголь приходится Активировать Или чтобы она была Более полезна Или в принципе Она была Более приятна Именно в таком виде Да Ну ничего Такого в голову Не приходит Да Может быть кстати Вот у наших зрителей Есть примеры Что надо как бы Дожарить совсем там До черна Чтобы оно было Как бы Лучше Лучше Чем светлее Я не говорю Я не говорю там Да Что совсем не жарить Типа сырое мясо Там не сырое Это каждому свое Кофе нельзя не жарить Потому что вкусов Тогда не будет Ну просто шляпка Какая-то получается До похудания Да А это самое Там хлеб Нельзя не жарить Какао Нельзя не жарить Какао Тоже средняя обжарка Зачем в темную Его сжигать Чтобы он был горький Чтобы он был такой И так далее Да Кофеина то Меньше не становится Вот в чем дело Не становится Да Нет Ни меньше Ни больше Ну я так полагаю Из того что я читал Я не мерил Я не знаю Но из того что я читал Его он остается На том же уровне Пример Там фишка в том Что когда у тебя Типа темнее обжарен Я вот единственное Что думаю Что людей привлекает В этом Может их вставляет Посильнее Ну я ищу простые Просто ответы А потому что там Вот какая штука происходит У тебя же кофеин Он находится Он не сгорает Он у нас типа фиксированный Есть соотношение Кофеина К массе Как бы зерна К массе зерна Ну какое-то там соотношение И У тебя зерен смалывается больше Да И у тебя кофеина Зачем Да 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 Зерна Из того что мы их жарим темнее Их масса как бы снижается Да Но соотношение Это у нас было К предыдущей Да Я не знаю Как плохо я объясняю Пытаюсь как-то это понятно сделать Но грубо говоря У нас было 10 зерен В каждой из них там было Я не знаю По там Одному кофеину По одной единице кофеина У нас было 10 единиц кофеина А при темной обжарке У нас 12 зерен Потому что зерна легче Да А мы варим по массе Как бы А не по количеству зерен И стало 12 единиц кофеина И как бы его там стало Чуть-чуть побольше Берите робусту Не-не Ну робусту Да Робусту может быть слишком грубое Потому что там его в два раза Типа больше Нет Ну хорошо Можно взять поганини Например Не Ну я имею ввиду Хорошо Ну надо тебе Чтоб тебя накрыло Ну добавьте два зерна И все Ну вот как бы Плохой человек Призывает потреблять Больше своего продукта Ну а что мне еще делать Хочется Чтоб посильнее ставило Вот там Недостаточная обжарка Кинул там Не знаю 3-2% 3-5% Больше зерни Я не знаю сколько И все будет нормально Ну ладно Все будет нормально Хотя мне абсолютно нормально Я вообще не замечаю разницы Честно скажу Ну наверное Я уже проуспиртованный Кофеином Настолько Просто одно и то же Рабусту да Я отличу По эффекту на тело Эти вещи нет Ну что Идем дальше Да Следующий вопрос Антон GoID Расскажите по различным Молочным напиткам Сочетание с разным кофе Разные типы молока Специи Сиропа Понимаешь Что мы Наверное Да я вообще не Копенгаген Не я вообще Я вот эти все Рафы Я даже вот Капучино и лата Чем отличаются Не знаю Мне недавно сказали Что где-то молока больше Где-то меньше Мне реально по барабану Я вот расскажу Можно свою картину мира Есть эспрессо И есть молоко Все молочные напитки Готовятся Типа на основе эспрессо В мире Окей Мы скажем просто Есть сваренный кофе Есть молоко Никто же не мешает тебе Заварить кофе в турке Добавить молока Заварить кофе во френче Добавить молока Да Никто не мешает Отлично Хорошо Едем дальше Молоко бывает взбитое Бывает невзбитое Я не знаю Как взбивать молоко дома Я не умею Да мне не интересно Это совершенно Я кофе с молоком не пью Но иногда Я вот хочу Иногда После 4 часов дня Тогда я тебе расскажу Как Не, но я все равно Не забиваю Я могу рассказать потом После Да мне не интересно Ну может зрителям тебе Как взбить дом молоко Не имея ничего Вообще для этого Кроме Я же говорю Это не кофейный подкаст Не кофейный Абсолютно Это смекал Да И сиропы Я не использую Не использую Я им не доверяю Я не люблю вообще Все эти вот Искусственные Вот эти Е-280 Я не люблю Просто все Есть сахар Хочешь добавить сахар Пожалуйста Есть сахар И есть специи В основном Это кардамон Зеленый Это корица Это в меньшей степени Мускатный орех Это перец Это соль Ну и можно еще Что-нибудь там набрать Уже там Какие-то уже там Эти самые Почему именно зеленый Кардамон Но черный кардамон Он более вонючий Он черный А не более вонючий Кардамон Это звездочки Нет Это не звездочки Это анис Кстати анис Тоже пойдет Вот Кардамон Такие зеленые штуковины Ты вот так Чик-чик Чик открываешь Там такая Этот и на нем Эти самые зернышки Эти зернышки Смалываешь Когда ступки А я тебе кстати Ступку передал Нет Блин я купил Ты мне показывал А я ее купил тебе Да Я поищу И ты его когда смалываешь Там Пахнет прям как ментол Вот этот знаешь Вот прям Запах такой Вот этот Эвкалипт Чистой воды Ты прям обалдеваешь А когда ты его добавляешь В кофе с молоком Он кроме этого Дает такую вот эту Традиционную Типа восточную сладость Вот прям такой вот Этот привкус Характерный С сахаром особенно Он дает Типа восточную сладость Вот очень вкусная штука Кардамон Зеленый Вот и ты И ты как бы смешиваешь Их так как тебе нравится Молоко тоже Там есть сливки Есть молоко То есть процент жира Да Вот топленое молоко Я как-то не пробовал В кофе добавлять Кстати у меня есть с собой Топленое молочко Можно добавить Ради шутки Вот Есть козье молоко Для ценителей А и есть кокосовое молоко Это как козье Только наоборот Есть еще соевое Ну вот Кокосовое молоко Например Вот я могу сказать Кокосовое молоко Я изучал Какое-то время Мне в какой-то момент Надоело пить животное молоко И я типа искал какую-то замену Потом я плюнул на все это дело И я кстати тогда часто Кофе пил с молоком Очень часто Значит Я нашел хорошее кокосовое молоко Фирмы Ароиды Продается на Озоне Вот такое оно В таких как бы этих самых Потому что молоко Которое я покупал Вот Ну вот Где-то на улице Или там В супермаркетах Какой-то А то оно прям делается Где-то в этом То ли Таиланд То ли Тайвань Где кокосы растут Да Ну короче Где растут кокосы Не в этом Не в нижнем Довгороде А это Ну знаешь Ты его наливаешь Ну как вода Какая-то совсем То есть А то как именно Вот этот жмых Ты делал же кокосовое молоко Сам, правда? Конечно Много раз Ну ты знаешь Ты открываешь кокос Там внутри это жидкость Если ты его открываешь Коста-Рики Она вкусная И здесь она вонючая Да Что-то с ней происходит Ну конечно Она тухнет Она просто Окисляется Я тебе скажу Что с ней происходит Окисляется А откуда там воздух? Да я хрена узнает Откуда воздух Через атомы Молекулы проникают Но привкус такой же Как у зеленого кофе Вот мы сегодня пили Там одну эту гадость Вот То же самое Вот этот привкус Окислившейся зеленки Он же очень похожий Такой чуть металлический Чуть-чуть какой-то вот Гнилая Орехи возьми Там я не знаю Фундук какой-нибудь Покупаешь иногда в пачке Берешь И прям Фу Сразу выплеваешь Он уже окислился Откуда там воздух Кислород этот Он всех нас убивает Всех нас убьет Я тебе говорю Все окисливемся Надо завязывать С дыханием полностью Вот значит Потом ты значит Разбил да Вот эту штуку кокоса Да вот эту скорлупу Скорлупу да Сбил ее Потом там вторая скорлупа Ты ее там соскоблил Помучился И потом у тебя осталась мякоть Ты мякоть эту потом Порезал мелко Потом ты ее в миксере Сделал Это был первый И последний раз Когда я брал в руки миксера Для меня это Я же говорю Что я тупой Для меня это очень сложно Сбил Потом ты его положил в марлю И вот так вот Выжал Короче Над этой Над чашкой И тогда ты получаешь Такое вот густое Кокосовое молоко Так вот молоко Ароиде Оно густое Вот такое Прикольное Такая не фиолетовая баночка Нет Это пакет такой Вот такой Прямо Параллельпипедный А значит А вот Который я покупал Который типа Не молоко Или что-то Оно такое как вода То есть больше как водичка Да понятно Но для кофе-то Я понимаю Когда ты в Коста-Рика Или где-нибудь там Клумбе Она бывает жирностью То есть когда открываешь Этот пакетик Там сверху Прямо вот это Да-да-да-да Я понимаю Ты хочешь Когда ты пьешь кокос так Конечно тебе нафиг Нужно тебе вкусно Пить эту водичку вкусную Но когда ты в кофе Ты хочешь все-таки Жирность какую-то получить Вот Есть кокосы В общем Есть разные типы молока Молочного Молочного компонента Есть разный тип кофе Именно сваренного Но есть более густой Опять-таки И менее густой Эспрессо Самый густой Его поэтому используют Потому что его там 40-30-20 миллилитров Неважно Там двойной Одинарный Хрену знает И как бы Добавил молока А бац Получил Например Если ты кови Во френч прессе Нальешь столько же Сколько эспрессо Ну естественно Это будет фигня На тот же объем молока Правильно Ну то есть взял там Не знаю 20 миллилитров кофе Из френч пресса Или из воронки Давайте из воронки Возьмем наш прозрачный Как бы спешлти напиток И найдем туда 150 миллилитров молока Как там какой-нибудь Я не знаю Раф Примерно столько и наливают Ну что такое Раф Елки-палки Вот столько Вот такой стакан Я покупаю Вот столько там Эспрессо 20 А остальное что Молочная пена Это черт бы я побрал А что еще там Может быть Вот Никаких чудес там нет У меня недавно У меня была Такая дискуссия Интересная Ну ладно Не буду там У этой Палатки на Белорусском вокзале Там пришли Три мужчины Как бы Значит Такие они были В ботинках В джинсах Такие В ботинках Классических Я имею ввиду И они прям Очень гордились тем Как они пьют кофе Один пил эспрессо Черный Кто-то пил Что-то такое И кто-то еще Что-то такое А я взял себе Раф Ну шаурму За 10 утра Извините Извините Люди Вот И он говорит А что такое Раф И меня так убил Тогда этот вопрос Я говорю Да я хрен его знает Что это такое Это кофе с молоком Вот Потом они что-то Латек Вот это начали обсуждать То есть Им нравилось Что они А я вот честно Никогда в этом Ничего не понимал Потому что Ну потому что Вот И в Турке Я кофе помню Варил Я прям туда Добавлял молоко Где-то там На середине варки Я туда добавлял молоко Вот Добавлял туда еще масло Кстати говоря Масло ги Я туда добавлял Вот И специи Вот эти все И специи добавлял Когда я экспериментировал Я делал кофе по-калмыцки Чай по-калмыцки Который такой взбитой Да Также примерно Я и кофе варил Мне очень нравилось Какое-то У меня было там Увлечение У меня специи Дома целая Гараж Говорю Я в Индии жил Четыре года Маленький Вот туда Накидал Вплоть до каких-нибудь Смесей Смесей этой масалы Попробовал Посмотрел Я использовал для этого Смесь Бразилии Кстати говоря Вот самый такой Обычный Заурядный кофе Никакого там Этого самого Ничего такого То есть Ну условно говоря Ну как бы Я не знаю Наверное я только Только запутал Все еще хуже сделал Да нет Ну берете кофе Как бы Вашим методом Определяйте Пропорцию молока Выбирайте себе молоко Которое вам ближе Сахар Нужен Не нужен Если нужен Кладите до того Как молоко нальете А потом он хуже размешивается И эти самые Какие-нибудь посыпалки Туда Но Рецепт давай С посыпалками Я вот так скажу Кардамон Его надо лучше варить Конечно Поэтому турка Вообще супер Под специи Турка Это Я знаю уже Какой будет Запрос Это лучше Это просто Рецепт от тебя Вот этого По-калмыцки По-калмыцки Ой С маслом ги Там со специями Со всеми Зеленый кардамон Перец Соль Черный перец А потом несколько перцев Можно использовать Черный перец Белый перец Ну чили я не кал Никогда Красный Остый кофе Тоже кстати Ну классно А ты знаешь Самый прикол Что чуть-чуть Перца Это я помню В турке Он делает его Более тельным Более шоколадным Как бы он Вот этот шоколадный Спектр Тельный Он усиливает Ну буквально Сколько там я делал Три горошина Я всегда использовал Только специи Не молотые Я извиняюсь Если вы используете Специи Купите себе Эту Стулку Которую я тебе купил Полгода назад Так отдать забыл Вот Почему Потому что Молотый перец Он прям сильно Проигрывает свежему Не можно конечно Кхх Делать Ну у меня есть ступка Я в ней там И кардамон И все Три горошины Буквально на турку Там 200 миллилитров И они сделают кофе И наоборот Более таким будет казаться Более шоколадным Блин даже выпить Сейчас захотелось Такой кофеек Вот Кардамон зеленый Супер вообще вещь Ну в анис я использовал Он же бадьян Там эти Большие эти звезды Ну анис Это самбука Для наших зрителей Я скажу Да Кто не в теме специи Или Уза Уза Да А видишь как Все знаю Вот Зевание Это я уже не знаю Это я уж не знаю Вот И все это Я не знаю Тоже такой момент Ну мне сложно Там советовать Рецепты И так далее Для меня всегда Попить кофе Это какое-то Какое-то приключение Ну то есть Я варю кофе с молоком Я не буду на весах Отмерять молоко Приключение Потому что это Экспромт Да Ну всегда Да Да Ну я не буду там Не настолько Что я там Кладу 3 горошины перца А сегодня положу 33 Нет Ну я могу положить 4 Могу 5 Могу 1 Могу вообще Перец не положить Ну и так далее То есть вот В небольших Вот этих вот Коридорах А что В чем коридор Варите вы кофе в турке Я советую варить 1 к 10 Да 10 грамм кофе 100 мл воды Турка например 200 20 грамм кофе Джиг-джиг-джинг Смололи Кинули туда Залили воду Поставили на огонь Поехала нагреваться Оставили например Не 200 залили А 150 Например 150 Вот Вот То есть И там например День в середине Процесса приготовления Турки Вы долили туда Вашего молочка Или сливок Тоже надо же понять Что больше нравится Личного Бульк Я вот в этот момент Кидал туда это масло Чуть-чуть добавлял Он дает жирности Солил А почему я солил А потому что в детстве Я жил в Дели В Индии Понимаете И там масло соленое Все сливочное Я вот этот вкус Хлеба Сливочного масла И соли Я до сих пор иногда Солю просто потому Что это у меня воспоминание Детства Это моя психологическая травма Можно сказать от жизни А вы будете слушать Мои рецепты Я говорю Есть просто вот как бы Логика Как собрать Конструктор лего Представьте у вас там 100 там кусочков Ну я говорю Вот эти сюда Эти сюда Эти хорошо Сюда Эти сюда И вы там как-то Их ковыряете Ну а как еще я могу сказать Написать инструкцию Чтобы собрать Только одну какую-то штуку Мне кажется Это скучно очень Экспериментировать Экспериментировать И ищите что что вам нравится Да Полтинник этого молочка Бац Туда Потом у вас И потом лучше перемешивать С молоком Когда Единственное Ну чтобы оно не просто Вот так Тук-тук-тук-тук-тук Доверху доварили Когда перемешивать Перестаете Оно сразу так резко Начинает бежать Пум В чашечку себе Дать остыть Молоко горячее будет Более горячее В двух словах Как взбить молоко дома Разогреваешь молоко Практически до кипения В чем? Ну на плите можно Я иногда в микроволновке Делал Пока на миленьях Так Заливаешь его во френч-пресс Так Плунжером вот так вот Десять раз или двадцать раз Делаешь Все у тебя сплошная пена Там будет Да Просто одна пена Ну это хороший рецепт Ладно Очень просто Ну вот пожалуйста Можно соответственно Так сделать Например Сварить себе турочку Вот рецептом Алексея Герман Взбить молоко Соответственно Чем больше раз ты Плунжером Вверх-вниз сделал Тем Плотнее будет пенка Вот эта Чем мельче Все Интересный вопрос От Сергея Широкова По-моему Это как раз Человек Который подсказал Мне кофейный подкаст Расскажите Мне кажется Интересный вопрос Расскажите Как народ пьет кофе В Европе и Южной Америке Про культуру кофепития Там где кофе пьют Не один век Это где этого Не один век пьют Кроме Европы Давай начнем с родины Европы Ты же видел Родина кофе Это Россия Всем известно У нас растет В Краснодарском крае И на этих самых И на Курилах И на новой земле Земле Франца и Иосифа У нас растет кофе Как пьют кофе Где Через это самое Его пьют Очень плохо Его пьют Да Через одно место Да Ну с точки зрения Современного понимания Того как Экстрагировать его Да Кстати говоря Между прочим Его хорошо пьют С точки зрения Там кислинки точно нет Вот в Эфиопии Я могу рассказать Как его пьют Эфиопия Это Вот когда я на столе Встречаю Эфиопию У меня всегда Ну не всегда Но раз там В 5 каппингов Меня посещает мысль Зачем вообще пить кофе Из других стран Когда есть Эфиопия Ну просто зачем Настолько она вот Классная Я с тобой согласен Я к сожалению Как я уже сказал Я застрял на этапе Настолько она И даже сегодня Вот с утра Я варил У себя дом В этой машинке В автоматической Седама 2 С обжарки 24 октября А сегодня какое? Шестое Пятое Блин Нифига Что он старый Такой Ну вот Не я имею Не потому что он Старый по вкусу А почему Я думал Он с прошлой пятницы Вот Кофе вообще бомба Вот прям бомба Я прям проглотил Если бы я не опаздывал Я бы еще проглотил Если бы у меня было Больше там Бомба абсолютная Сладкий Цитрусовый Такой вообще Бергамотный Офигенный кофе Ну просто офигенный Зачем вот как бы Искать добра добра Вот если тебе интересно Вся эта тема кофейная Вот Эфиопия Это супер пупер Вот Они выращивают это золото Что они делают с этим золотом Значит они Они выжарят на такой тарелке То есть у них там угли И у них такая тарелка Металлическая Как значит умные эти ростеры говорят Они жарят только с помощью кондукции Нет конвекции Ну излучение есть Наверное все равно Тарелки От углей-то есть же конечно Вот значит Кладут на них зерна И как-то Хрен знает Как их обжаривают Ну абсолютно Потом они его смалывают В такой вот ступке Но они его мешают Наверное все-таки Ну не мешают Конечно Равномерность Хрен получает Завтра Они смаривают в ступке И значит Смалывают Извини В ступке Делают такой Типа средний помол И в таких кофейниках Типа засыпают Типа кофе Заливают воду И разливают по чашкам Получается просто Ну горькая вода Без кислинки Кстати говоря Водянистый напиток Получается Да Ненасыщенный Не очень густой Да Такой средний Как бы Drinkable Ну чтобы можно было Его там Это не кофе по-турецки Типа там Когда у тебя там Ты его ешь Нет Это просто вот такая Ну типа Типа а-ля French Пресс Консистенция Но он горький Пустой И как бы Ничего интересного Там нет И никаких там Губер-гамот Жасмин Ничего нет Ничего Никакой кислинки нет Ну и нафиг это надо То есть Говорить что они сделали Продукт лучше Да хрен вам Они его сделали хуже Сто процентов Просто они сделали Ничего из него Ну это типа Как они привыкли Вот они его пить Там и так далее И только на одной Я помню Когда я там ездил И с фером Чего-то хоть там было Типа а-ля там Какая-то кислиночка Такая там Сочненькая И так далее А в основном Вот так происходит Коста-Рика Да В основном Темную обжарку Они пьют Достаточно темную Ну почему Потому что Я вот расскажу пример Там Ну вообще Центральная Америка У меня плохо с датами Честно скажу Ну это 200-300 лет Кофейной индустрии Сейчас что у нас 20 1800 1700 300-400 лет Кофейной индустрии Скорее так 300-400 Вот Значит Идея мне кажется Того чтобы хороший кофе Продавать на внутреннем рынке Она сравнительно молодая Ну там лет 20-30 Даже 40 я думаю Не наберется Потому что еще там Ты меня кстати спрашивал Откуда вот эта традиция Темной обжарки Я говорю Пока там хрен ее знает Но вообще движение Вот это вкусовое В кофе Началось Это 60-70-е годы Прошлого века А до этого люди Вообще не задавались Этим вопросом Ну то есть Как бы кофе и кофе Пьешь и пьешь Я думаю Вот откуда это Вот как бы кофе и кофе Пьешь и пьешь А производить его так проще Вот Значит То есть Это молодая какая-то история Ну люди Ну Коста-Рики достаточно Я тебе скажу У Кучерявы живут Я помню Вот мы пошли там С женой там С детьми в супермаркет Затариться Ну мы там жили Достаточно долго Там недели две Что ли Три И просто в магазин Пойти затариться Блин я помню Я когда на кассе Мне назвали 400 баксов Я чуть не подавился Это был не какой-то Это Чтобы понимать Коста-Рика Это 51-й штат Ее так называют Подмышка Америки То есть Это не какой-то там Элитный супермаркет Для белых В черном районе Нет Это обычный супермаркет Хрен знает где Это даже не Сан-Хосе Было То есть Это какая-то задница Там была в стране 400 баксов Я чуть не упал Ну то есть Реально как в Штатах Практически Ну за там Две тележки Какой-то хрени Для дома Чтобы у нас Так затариться Это надо реально постараться Но это Коста-Рика Там Никарагуа Там уже все дешевле И как бы уровень жизни ниже И так далее Вот Я думаю Изначально Вообще во всех тех странах Изначально На внутренней рынке Шел всякий шлаг А все лучшее Шло на экспорт Потому что Это кэш-кроп Как бы надо зарабатывать Никто не будет Лучшие свои зерна Продавать своим Как бы Их все гонят на экспорт А внутри остается Что остается Я помню Был на американской станции Обработки В Коста-Рике На миле Америкосам она принадлежит И смотрю В углу стоят Мешков 10 Зеленых этих Ягод Я говорю Это что за Как бы фигня Он мне говорит Ну слушай По закону Если станция Принадлежит Иностранному капиталу То она как минимум 1% Должна давать На внутренний рынок Продукции Вот как бы Это говорит На внутренний рынок Продукция Такой кофе Его в капинге Попробовал Прямо Стошнить Сразу хочется А в Эфиопе Вообще экспорт запрещен До сих пор По-моему Или на крыльях решили Экспорт Потребление Внутри страны Вот этого кофе Экспортного класса Запрещено Ну что-то было Такое Какую-то шнягу Только можно было Жарить до внутреннего рынка В общем-то Что-то такое Было Вот Соответственно Кофе Не очень хорошего качества Его жарили Всегда темно Ну и Традиции кофепить Они к этому И молочко И вот с ним Как бы Кафе Кун лечи Бац-бац-бац Носок Это не Носок Да Носок Носок Там еще есть Точно Есть носок Трипичный такой Фильтр Да Есть там носок Да Такая штука Ну как бы Деревянная штука Дырочка И такой носок Висит Грубо говоря Такой Условно марливый Какой-то такой Кофе насыпал Пролил Я помню Мы-то жили тогда Вот когда В Коста-Рике И там пошел ураган На центре Каком мы были У меня что-то подумалось Да ну и он нафиг Как бы хрен его знает Что там будет Я там пару дней Мониторил эти новости Потом устал Говорю Поехали отсюда И мы поехали Вглубь страны И там был какой-то Отель кофейный Там эти номера Назывались Гейши Лаурина Там абота По разновидностям По названию Там росли Значит кофейные деревья У них там Это там Мы там ягодки поели Ну в общем Такая штука Да И значит кофе на завтрак В носке они делали Ну пить невозможно Просто мерзость какая-то Просто тошнотворная мерзость Старая Темная Вонючая Тошнотворная мерзость Я даже допить не смог Хотя я люблю Кофе с утра пить Я просто даже Блин Ну это Невозможно пить Ну вот и все вам традиции То есть на самом деле Да Европа Ну Европу я не знаю Как они там его пьют Я не этот самый Не Не специалист по Европе Ну Италия Эспрессо машинки Конечно в основном Эспрессо машинки Придумали Чтобы зерна продавать Все время Тоже надо понимать Не потому что это Лучшее Что может дать вкус А просто потому что Они увеличивают Потребление зерен В разы И потому что Они позволяют Как бы нормально Работать всем этим Баром Кафешком Ну вот представь Мы варим турку Ну вот и заходит клиент И сколько ты ему будешь Варить Пять минут Ну пока это Пока то И то быстренько Так Тяп-ляп И готово И что он будет Пять минут ждать И будет до очереди С пяти клиентов Стоять ждать Пока ты Через 20 минут Ему турку сваришь Ха-ха Или машинка стоит Дышь-дышь-дышь Все готово Альтернатива Это фильтр Ну америкосы Поэтому и сидят На фильтр Но все надолго Нет Готовый фильтр А готовый фильтр Конечно Да Батч брюк Разлил Да Да Но все эти У них там и в фильмах И так далее Подошел стакан Налил Пошел Тоже обжарка Достаточно темная Традиционно Под все это шла Ну потому что Как бы это И молочка Бат Сахар Молочко Буль-буль-буль Пошел пить Вот Поэтому там Да Люди дома варят В этих В моках В гейзерных Кофеварках В Италии Ну типа Это а-ля Эспрессо Ну я не знаю По мне турка Прикольнее Точно И по крайней мере Мне она понятнее И что в ней происходит Мне понятнее Чем то Что в этой штуке Происходит Зачем она нужна В чем ее смысл Как бы глобальный Ну типа Что-то иное Вот Откуда это появилось Я не знаю Зачем это появилось Может людям просто Не хотелось Турку брать Там у этих самых Восточных своих соседей Там юго-восточных И так далее Хотя у них там много Для этого народу Где там еще Да я даже не знаю Честно сказать Везде как бы Эспрессо В заведениях Эспрессо Напитки там Капучино И так далее Ну северная Европа Я могу сказать Пьет в основном Фильтр А ну вот этот И более светлый Наверное Нет Нет Все таки Такая темноватая Обжарочка Там что в Финляндии Я пил Что там В Швеции Что в Дании Достаточно темная Обжарка Фильтр Кофе горький Ни о каких там Вкусовых О богатстве О каком-то вкусовом Вообще речи не идет Ну и Про Америку Я могу тоже сказать Что в основном Фильтр Там тоже никто не думает О богатстве Вкусовом В основном Это темная обжарка Кап-кап Ну все Все видели Я думаю В фильмах Как выглядят эти Машинки Не ну это такая Типа масс-маркетная Вещь Она мне кажется Она инерционная Достаточно еще Ну вот Она инерционная Достаточно Кстати говоря В Москве По крайней мере Мне сложно Там по всей России Говорить Потому что я пару лет Вообще Никакой не ездил Почти В Барнауле Я кофе Кофе не попил В этом году И в Иркутске Тоже Значит В Москве Кофе-то нормальный Сейчас на улицах В основном Причем В этих Палатках Всяких Привокзальных Я имею в виду В этих В будочках Там в ларечках В каких-то сетях Везде Как бы окей Совершенно нормальный Ты получаешь Эспрессо Американо Там Напиток с молоком Нету Вот этой Как раз Горечи Противной Мне Нету Противной Этой горечи Интересно Что на востоке Происходит Южная Корея Китай Там где Кофе проник Уже Ну Японию Я что-то странное Там слышал Про кофе Интересно Посмотреть Южную Корею Просто Что у них происходит Если бы я На кого-нибудь Ориентировался Но я куда-нибудь Туда посмотрел Потому что Из всех этих Кугрейдеров В мире Там Не знаю Шесть тысяч Семь тысяч Половина 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 В Южной Корее Ну то есть Там каждый Этот самый Каждый Как бы Блин Ну то есть Уже Камбский финн Еще интересен У нас статья В блоге Есть Ну я Не знаю Чего там Ну как Насколько он Интересно Я имею ввиду Что в принципе Это такой Необычный Достаточно Способ Уготовления Отличающийся От всего Что есть Да Ну это Как бы По сути Капельная Кофеварка Ну по большому Счету Чего у тебя Наверху Это самое Через него Водичка Получился густой напиток В него положить Сгущенки И бахнуть Вот Традиционно Там он Сгущенкой Типа подается Ну потому что Иначе пить Это невозможно Вот вся история То есть Ну Еще раз говорю Что Можно говорить Что там Кофе с кислинкой Это типа гадость И вообще там Типа он должен быть Без нее И так далее Да без проблем Но если Тебе чтобы Выпить что-то Надо скрыть То что тебе Организм Отталкивает То что у тебя Организм Отталкивает Надо скрыть Этим самым Сахаром И молоком Ну по мне Это уже Странная Какая-то история С точки зрения Логики Не с точки зрения Вкусовых предпочтений Ну вот Я могу сказать Что я свой кофе Могу чистым пить Вообще Из машинки Ток в путь Более того Более того Я люблю Я люблю С утра Проснуться Я с вечера Ложусь И прям Мне хочется Заснуть побыстрее Чтобы с утра Пойти уже Чашку кофе Садить Потому что Вечером Я не хочу И пить Перед сном Поэтому Я плохо знаю В общем-то Как люди Дома пьют Я не знаю Меня в гости Европейцы Все домой Тоже не звали Особо Да и те Все кого я знал Были кофейные люди Они Это как бы Отдельная нация Ну те Кто занимаются Кофе Они как бы Все одинаково Пьют Кто так Кто сяк Кто наперекосяк Обязательно Свежий Обязательно Не темнее Нашей группы Б Обязательно Кто-то будет Как Б пить Кто-то как Д Кто-то в фильтре Кто-то во френче Кто-то в машинке Но все пьют одно и то же По большому счету То же самое Что и мы тут пьем А те Простые люди Я их не знаю Ни из Европы Ни из Америки Да и знать Честно говоря Не хочу Так понятно Александр Воронин Спрашивает Есть два бренда Торефакто И Табера Почему Как А кофе И не только А кофе не только Это видимо Вариант Названия Да Нам это Ассистентка Не удалила Ассистентка что ли Не удалила Когда копипастила У нас ассистентов нет Торефакто И Табера Ну надо Серегу Нам пригласить Да Вот я думаю Честно говоря Моя рожа Уже наверное Людям Сережу надо Да Надо Серегу Позвать Втроем Может пообщаться Да Вот Но Табера Это чисто Это чисто Сережина Детище Абсолютно Где он там Где он там Основную Как бы роль играет Вот Она появилась Я не помню По кофе Именно до или после Торефакто Не помню Жарил он Не жарил Нет Вообще Он же Купил первый ростер На котором мы жарили Да На котором он Для нас жарил кофе Он купил его Для того чтобы жарить По моему для себя Это я не знаю Вообще не помню Он ростер Всю жизнь покупал Просто потому что у него Хоббит такой Но точно Табера Была тогда Как компания Меду Как сервис кофемашин И они сейчас этим занимаются У них большое направление Именно по сервису Что там вторых фактов Нету Продажи в основном Идут по офисам Ну по большей части То есть у них сегмент Именно такой офисный Кофе Насколько я слышал Я давно уже не пил Серега жарят там темнее Чем то что мы делаем Что может быть Отражает его там Понимание Какой-то сегментации И так далее То есть Вот И сейчас Ну раньше у нас была Единая производственная база Сейчас базы уже разделились Сейчас базы разделились Почему От чего Я не знаю У меня и СФТ Например было Да там Зеленая компания И что Ну и что Тоже отдельно Ну типа она не жарит Ну и что Какая разница То есть Здесь может быть Сколько этого самого Столько этого самого Да мне кажется Просто был вопрос Про Торфакто и Таберу Как А Именно по обжаршению Почему да Табера и тут и там Я так понимаю Ну потому что да Табера занимался Этим бизнесом Еще Тогда Когда мы собственно говоря С ним и познакомились Изначально Не ну ну например Сейчас ты скажешь Я хочу обжарку Герман кофе Например открыть Ну отлично Ради бога Ради бога Или я скажу Я хочу открыть Свою собственную Семейную обжарку Вот буду жарить кофе Дома там на сковородке И продавать И без проблем И так далее То есть тут Нету Нету Конфликт интересов Нету Мы Как-то Основное направление У них Это сервис Сервис Обслуженный кофемашин И как бы Обжарка Для Для Никакой разницы Просто у Сережи Есть вот Своя компания Еще Табир и кофе Вот Чем В общем Мы его поздравляем У него очень хорошая кофейня На Как это будет называть Большой сухаревский перевод Большой сухаревский перевод Приходите Выпейте чашечку кофе Там очень Не заплатите Сколько хотите Да И кстати говоря Интересный эксперимент Они проводят У них нет фиксированных цен Вот Еще вопрос Как Илья попал на передачу Замечательные люди Удивительные люди Удивительные люди Да Написано замечательно Ну ладно Удивительные Ну очень просто я попал Значит у нас Работает Кирилл Ну вот У Кирилла есть знакомая Которая занимается Этим самым Кастингом людей Для всех Подобных передач Вот Я так понимаю Там сразу для нескольких Передач Она там кого-то ищет И она спросила у него Не хочу ли Нет ли у него Кого-нибудь Кто Типа Подошел бы Под этот формат Потому что Кандидаты Начали истощаться Вот Он спросил у меня Не хочу ли я Попробовать Принять участие Я естественно Поскольку я за Бесплатный пиар Я естественно Согласился Я говорю Я хоть клоуном готов Хоть плясать Как бы Беспошлять Я готов Мне не сложно Вот И значит У нас завертелось Ну я пришел туда Как водится Там надо Здравствуйте Дамы и господа Я очень хотел бы Принять участие В вашей передаче Это Для меня это такой способ Я действительно Умею это делать Я не боюсь камеры Ну и так далее Все это чушь собачья В общем-то Которую Я же в театре играл Не все знают Которая мне Не сложно дается Это я здесь Просто пытаюсь Спокойным быть Так-то Это самое Вот Окей Мне сказали Хорошо И дальше Мы продумывали Как все это будет Это было очень муторно Потому что С одной стороны Что меня удивило Хотели все сделать честно Вот это Меня очень удивило Единственное Там вот это Про кофе с женой Это они придумали Мы там хотели Что-то более такое Кофейное Замутить Именно Более профессиональное Но не было возможности То есть Это огромный павильон Там какие-то розетки Хрен знает Где находятся Там идет эта съемка Там выступает Этот ведущий Который Там час стоит дороже Наверное Чем у меня Точно И поэтому Тебя просто Двигают вперед В общем В итоге Как говорится To cut it short Я пил кофе Во френчах Я дегустировал Заварен А И мы главное Мы никак не могли Сделать Чтобы Ну было реально Честно Чтобы на френче Был номер внизу И Значит У этого номера Была расшифровка И она была бы У ведущих И чтобы я называл Мы смотрели номер И на экране Выводилось Типа Правильно Я сказал Или неправильно Я сказал Ну потому что экран Надо программировать Это все надо продумывать И там реально Все в такой Этой запарке Там все Под таким кофеином Бегают Как бы не только мы Что все Всем было в общем-то В итоге Недосуг И решили Что я должен Там определить Значит Любимый кофе Моей жены Ну вот Но внимательный зритель Заметил Что это был Единственный Сухой кофе На столе Это было то Что я сказал Значит я буду делать так Потому что Иначе Я почувствовал Что там Пахнет жареным Что может вообще Быть все что угодно Вот значит И В итоге Я говорю Я пил кофе Который Проставил во френчак Где-то минуту Час двадцать Обалдеть Вот Это был интересный опыт Я думал Будет полная шляпа Но нет Действительно Некоторые сорта Очень сблизились Ушли вообще В какой-то Причем он был Такой же Остывший Все И прям Некоторые вообще Ярко кислотные Прям реально не поймешь А некоторые были Как бы вот прям Читаемыми Абсолютно Это было очень прикольно С точки зрения опыта То есть я Туда шел Уверенный Что если кофе Простоит во френче Вот если бы меня Спросил Ты на передаче Сказал Да это вообще Час во френче Это в помойку Вылить А оттуда я вышел Другим человеком Можно и в глотку Не только в помойку Вот такой вот опыт У меня был